всех приветствую мои родные любимые и сердце вам дорогие христолюбчики братцы и сестры в христе и все люди на земле все веганы особо особо люблю христиан веганов сердцем люблю теплотою теплотой чувств своих вы мои 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 родные сегодня я снова для вас почитаю некоторые комментарии ролик назван кто такой моисей от бога ли он что он вытворял парочка комментариев и я на основе них просто кое-что скажу моря кулина или калина килина не знаю как правильно читается ее ник кролику числа 31 глава святой израиль ну я в кавычках там на самом деле имел ввиду святой израиль можно было так и взять в названии до девочек они оставляли для своих потех может и убивали потом а зачем им они нужны только как рабы во всех смыслах чистейшей воды геноцид конечно же эти комментарии я уже много раз говорил особенно да к любому видео да если вы его не смотрели особенно к библейским текстам которые я делал если вы не знаете библию не знаете эти тексты когда моисей со своим народом завоевывал так называемую землю обетованная что они вытворяли с окружающими и коренными народами известно только тем кто с открытыми очами читал эти тексты ну и там действительно упомянут такой факт что они всех вырезали кроме девочек не познавших мужа да ну и девиц девочек ну понятно что до 20 лет уж там особенно в древности если замуж не вышла то считай проклято да вот но для чего они их оставляли понятно да то всех надо было изрезать вот какого возраста там не совсем понятно то ли это вообще девочки то ли девицы как возраст не делая даже еще не в возрасте хотя в возрасте педофилии это страшный грех просто да а по поводу даже если это и девица уже как называть половозрелый да если даже у женщина уже прошла половозрелость половая зрелость да то и точнее говорит о том что ее насильно можно брать себе в жены да то есть сам факт насилия тоже ужасен до люди должны соединяться в семьи так называемой до вступать в брак как это говорят становиться друг другу супругами только по обоюдному доброму согласию не когда ты вырезаешь всю семью и весь народ этой девице да и берешь ее себе джон и она ну понятно брали их не в жены а просто действительно как комментатор написал просто в рабыни да естественные физические сексуальные и в моральные да естественные этих рабынь ни за что не 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 считали за кусок вещи делали это мы сей со всем народом которые сами только еще вот-вот-вот вышли из рабства египетского да на самом деле людей мозги были набекрень ничего не в этом росте не поняли делали все то же самое что еще похуже что делали с ними так ведь моисей это мари килина опять пишет ролик комментарий к ролику псалтыри 105 псалом приносили демонам жертву своих сыновей и дочерей неоднократно псалмах и в разных писаниях ветхого завета разбросаны те места где сказано о том что евреи приносили в жертву не яхве а всем своим богам да и может даже и яхве они приносили действительно сжигали убивали сжигали приносили в жертву своих собственных детей поэтому по поводу там святого израиля у кого есть иллюзии вы все внимательно прочитайте писание ветхого завета так весь моисей выпендриться решил типа ударю и вода пойдет но здесь продам мара вспоминает тот случай тоже с моисеем где он там по скале бил ну как будто это его силы они от бога чтобы народ еще больше его уважал и боялся присвоил силу бога но тут я с марой в данном случае абсолютно не согласен она либо не внимательно читала этот эпизод и вообще все мы пяти книжей неправильно называть бытие к мы сенью какое отношение не имеет а у четырех книжек моисея до про моисея исход левит числа и второзакония где все эти события с мы 7 жизнь мы сеем описано то есть она внимательно почитает то мы все как раз никакую там себе славу богу присвоить не хотел вообще а моисея очень часто говорят что он был очень кротким до человеком и сам бог его такой назвал таким назвал я хочу чтобы просто разобрались этим понятием кротость это это добродетель противоположная страсти тщеславия господь иисус сам и себе говорил посмотрите на меня как я крот так и смирен сердцем что такое смирение против добродетель противоположной страсти чего гордости что такое кротость это стра это добродетель противоположной страсти тщеславия когда и жажду славы превозношение жажду власти до над кем-то гордость да то есть самомнение я мы все действительно был кротким кто читал все таки вот эти четыре книги про моисея может убедиться что моисея славы не искал никогда вот даже в тех писаниях я естественно моисея невысокого мнения но при этом всегда в этом плане его так скажем защищая прошу были путаницы не был вообще никогда нельзя нельзя из-за предвзятости относиться к чему-то неправильно до чего чего а тщеславия у моисея вообще не было действительно ну это я может так сказал вообще ну в противовесу тому что его обвиняют в этом да прям чуть ли не не в самом пике этой этой страсти нет у него этого не было и тот случай с где в море в хавиве или как там моисей ударил по скале пошла вода кто помнит все подробно не знаю если смысл сейчас здесь все время пересказывать эти тексты моисей наоборот и он не вошел в общем-то в землю обетованную о чем во второзаконник книги он сам свидетельствует ну авторы и бог так скажем да и написано что ты не не вошел и вообще ты не пойдешь в землю обетованную только увидишь и со скалы и умрешь здесь за твое неверие и бог мы сея так скажем укорял в том что он не поверил тогда тогда был тоже такое серьезное испытание когда они шли по этой пустыне не было воды народ опять взроптал и хотел того самого моисея посадить на кол кто помнит все эти события вот то мы все как раз смолодушный чел и поймите как там правильно надо по-русски все это перевести моисей говорит сейчас не буду даже дословно эти тексты вспоминать потому что русский синодальные новые русские все это же переводы и я имею точно также право вам передать эти слова как я считаю правильно с интонации точно так же как кто-то пытался написать и переводил и перетолковывал он ведь мне что ударить по скале отсюда вода что ли пойдет что вы от меня хотите что у меня к стене прижали хотите я что бог что ли и он как раз не веря стучит по нигде что вы думаете сейчас скалу ударю вода пойдет там именно такой контекст почитайте внимательно но бог дал им воды не дал чтобы моисея разорвали на куски собственные братья сестры почитайте там контекст и не раз было укорение псалмах это воспоминание везде что моисей точно так же как арон слил золотого тельца точно так же моисей особенно за этот в частности случай и вошел в землю обетована об этом прямо в текстах сказано вот это очень важно понять поэтому здесь я с марой конечно не согласен моисей не был вообще не был числа он не искал власти не искал он также терпеть не мог свой собственный народ в том плане все эти беззакония и как он богу жалился как я что ли его родил почему я должен все это бремя нести его на себе тащить кто читал я в каждом ролике очень часто особенно когда касается библейских текстов отсылаю на свой а еще на один из своих каналов и над не на этом на котором смотрите в частности это видео есть канал христа любит библия и иные писания там целиком записано библия с моим прочтением естественно комментариями пожалуйста можете если вы считаете христианином или просто ищите истину или исследуйте библейские тексты туда обратиться и по порядочку последовательно не вот так вот вам интересен какой-то там солом или еще что что прочитать псалмы вы прочитаете сначала исторические книги начиная с бытия книги читаются не задом наперед не с шиворот на выворот да читаются слева направо ну у кого-то там конечно справа налево есть книги есть страны где читают но вы поняли меня да я как русско говорящий человек живущий в россии мы читаем слева направо от корки до корки вот так читаются нормальным человеком нормальные книги вот а все это знаете там вырывание цитат это конечно ни к чему хорошему не приведет вот поэтому конечно по поводу моисея здесь я не согласен по поводу их нежестокости да и вот еще следующий комментарий закущение что я мы уже зачистил просто немножко другом контексте но я не удалил мне остался я в общем-то роман пак пишет к фома к евангелия от фома детстве иисуса это апокриф зачем так усмехаться и коверкать даже библию вы говорите что моисей сам убил народ хотя написано что бог повелел как так можно и как вы представляете чтоб сына божьи дети давали да я вам читал контекст другом смысле о библии но еще раз его зачитаем и как вы представляете чтобы сына божьи дети давали подзатыльники и пинки это евангелие выглядит правдоподобно вы наверное библию не читали не знаете сколько раз бог проклинал людей как по одному так и целые народы я да в прошлом видео я недавно записал я этот комментарий уже зачитывал чуть-чуть продублируемся но все-таки там я говорил в частности о библии сказал что видимо ты не читал евангелие никогда вообще как сын божий до совершенном возрасте уже мужа позволял себя и бить и плевать и даже издеваться насмехаться и их листать и даже позволил себя жестоко убить ты нам сам никогда это евангелие не читал по поводу моисея у нас классика жанра бог плохой а я хороший послушайте тех кто оправдывает библию у них всегда бог плохой все пророки хорошие это бог всех убивает это бог приказа он не хочет пророк бог всех вы прочитайте внимательно библию нормальными глазами перевернутыми с ног с головы на ноги это моисей спускается с горы дает приказ нигде его бог не просил никого убивать это он дает приказ вырезать немалую часть своего народа это он дает приказ это сердце моисея и так везде все что делает мы сей он делает сам бог любовь наш творец и создатель просвещает его как может но просвещается как он хочет бог не нарушает свободу человека в библии в каждом отдельном писании каждый конкретных авторов бог описан сердцем человека авторами тем более неизвестно кто пишет все эти писания мы все не является автором тех книг которые пишут называя их пятикнижием на их называть четверокнижием моисея он видно что он не сам это пишет там третье лицо меняется на первое на четвертое на пятое на второе кто-то описывает эти события там сердце и автора который пишет эти события там сердце того о ком он пишет бог открывается являясь всякую так как он может его принять бог призывается как поступком который добрый может всех совершить призывать не совершать злых которые он способен совершить но человек остается со сват свободным совершить добро или зло вот так вот вот так вот поэтому таких людей вы таких людей сразу видите у них бог плохой а я хороший все это первородный грех я его называю когда адам с евой согрешили и начали тыкать богу что он не прав пока вы от этого первородного греха в своем сердце не избавитесь ничего вы не поймете вы так и будете пребывать в вечной тьме я желаю вам просветления желаю познать и ключик очень простой человек зол а бог благ а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok